Вот такие песни на английском языке я пою своему сыну и пела с рождения, чтобы он смог заговорить на английском языке. Тема сегодняшнего видео английский и дети. Как говорить с детьми на английском так, чтобы они смогли на заговорить? Добро пожаловать на мой канал для изучения английского языка Your English Time и я автор этого канала Айгуль Закирова. Здравствуйте! Это видео в формате размышления. Я хочу поделиться с вами своими наблюдениями и тем, вокруг чего крутится моя жизнь последние три года. Три года назад у меня родился сын Рафаэль. Родился он в самой обычной татарской семье. Мы не живем в англоязычной стране, он не ходит в английский садик, но он говорит на двух языках. На татарском и на английском. Как так получилось? Еще задолго до его рождения я приняла для себя решение, что со своими детьми я буду говорить на двух языках. На своем родном языке на татарском и буду говорить с рождения на английском языке. Поэтому Рафаэля я называю ребенком билингвом. Есть такой термин билингвизм. Если по-простому, это двуязычие, многоязычие. И людей, детей, которые могут понимать и говорить на двух и более языках, называют билингвами. Я тоже являюсь билингвом. Я родилась и выросла в Татарстане. Говорю на татарском, русском и уже в сознательном возрасте выучила английский и испанские языки. Я говорю на четырех языках, поэтому я тоже могу называться билингва. Как так получилось, что ребенок, не живя в англоязычной стране, заговорил на английском языке? Если коротко, я отвечу так. Я говорю и живу с ним на двух языках. На татарском и на английском. Мне самой очень комфортно говорить на этом языке. Я преподаватель английского языка. Я очень люблю этот язык и с удовольствием говорю с ним на этом языке. То есть, мне говорить очень комфортно. Это, если коротко. Существует очень много техник, существуют секреты, существуют определенные практики, стратегии и правила, о которых нужно знать, чтобы процесс вот этого раннего английского был эффективным и чтобы ребенок, в конце концов, смог выйти на речь на английском языке. Об этих секретах, об этих техниках, о стратегии, обо всех книжках английских, о литературе и обо многих других нюансах я рассказываю на консультациях в описании к этому видео. Вы можете почитать о консультации подробнее, узнать о консультации подробно и записаться. Добро пожаловать! Вообще сейчас, наблюдая за Рафаэлем, наблюдая за его английским, я могу с уверенностью сказать, что английский с рождения, с раннего возраста, это великолепная идея и это лучшее, что можно сделать для ребенка в плане английского языка. Поэтому сейчас я обращаюсь к моим ютуб друзьям, молодые люди, молодые девушки, будущие мамы и папы. Учите английский язык сейчас, потому что, чтобы суметь говорить с ребенком на английском языке, нужно знать самим этот язык хорошо. И учите его сейчас этот английский язык и выучите его настолько хорошо, чтобы потом вы смогли с удовольствием передать этот язык по наследству вашим детям. Прямо сейчас я хочу поделиться с вами тремя правилами, которые определяют, заговорит ли ребенок на английском языке или нет. Итак, первое правило – не должно быть перевода. Если вы говорите на английском языке, то вы говорите на английском языке. Смешение языков недопустимо в случае обучения детей английскому языку и когда мы обучаем английскому с раннего рождения. Это нам, взрослым, легко учить язык и проще учить язык на основе нашего родного языка. Вот, например, на YouTube-канале я тоже здесь веду курс и грамматику объясняю, лексические темы объясняю с переключением, да, то есть я комментирую на русском языке. Для определенной аудитории так учить язык проще и легче, особенно на начальном этапе, когда у вас нет базы на английском языке. Но с детьми такой подход, такой принцип, он недопустим. Ну, во-первых, с детьми мы никогда не начинаем изучение языка с грамматики или с лексики, там совершенно другой подход, он должен быть очень естественным и они учат английский язык естественным способом. И вот первое правило, которое очень важное – перевод недопустим, не должно быть никакого переключения между языками. Если это одно предложение, оно должно быть полностью на английском языке. Если это одна ситуация, она должна начаться на английском языке и завершиться на английском языке. Мы не можем, мы не имеем права, это исключено, чтобы было переключение между языками. Я хочу вам также продемонстрировать, что такое переключение между языками. Это когда с детьми говорят вот таким образом. Посмотри, посмотри, пожалуйста. Вот это dog. Смотри, dog. Повтори. Вот я сейчас продемонстрировала то, как это то, от чего, если я слышу такое, как с людьми, как с детьми говорят на английском языке, у меня волосы стают дыбом. Это недопустимо. Это противоречит естественным процессам освоения языка, любого языка. Это противоречит естественным процессам внутри мозга. И мы нисколько таким образом не способствуем тому, чтобы ребенок смог заговорить на английском языке, чтобы он выучил этот язык. Переключение и перевод только путает ребенка и тормозит процесс без обучения в целом. Поэтому это первое и самое важное правило. Не должно быть никакого перевода. Второе правило. Язык, английский язык с детьми идет через взаимодействие. То есть мы должны с ребенком играть, читать и общаться, разыгрывать ситуацию. Мы должны с ребенком взаимодействовать. И взаимодействие у ребенка должно быть со взрослым, с живым человеком. Это живой человек, с которым идет взаимодействие. Вот это очень важно. Поэтому я убеждена, что когда мы просто показываем картинки, мы обучаем ребенка, например, dog, dog, apple, apple. Либо когда мы ставим видео какое-то обучающее ребенка и думаем, что вот если он будет смотреть это видео на английском языке, то он заговорит на английском языке, будет знать английский язык. Если мы просто поставили ему на ютубе песенки на английском языке и радуемся, что он будет эти песни слушать и потом будет говорить на английском языке. Нет, он не будет говорить на английском языке. Английский язык, английская речь осознанная, когда ребенок понимает и может воспроизвести этот язык, в ответ придет к ребенку только через взаимодействие. Если это взаимодействие будет регулярным, каждый день, это и называется вот количество input. Вот по литературе есть такое. То есть количество поступающего языка, когда оно будет регулярным, когда оно будет качественным, когда оно будет через взрослого. В идеале, если это взрослый, который нравится ребенку, которого он любит, мамы, папы, тогда результат вам обеспечен. Ребенок сто процентов выйдет на речь. И третье правило, это правило движения от простого к сложному. Начну с примера. Вот представьте, вы видите, как пара очень красиво танцует танго. Вы смотрите и вам, возможно, кажется, что вот сейчас вы можете встать и это все повторить. И если вам скажут, давайте вот вставайте и повторите этот танец, танцуйте так же. Вряд ли найдется человек, который сможет танцевать танго вот так вот с разбегом. Например, он никогда до этого не танцевал, а тот вдруг посмотрел один раз, как танцует пара и сможет воспроизвести то же самое. Нет, не сможет. Это слишком тяжело. И нашему мозгу и нашей физиологии вообще не за что зацепиться. Но мы можем там чуть-чуть что-то, это будет все примерно. А вот если нам танец разложат по полочкам, сначала покажут простые шаги, начнут с простых шагов, потом покажут какую-то небольшую связку, а потом какую-то комбинацию, а потом часть танца, а потом уже весь танец. Если мы потихоньку, потихоньку, двигаясь от простого к сложному, будем изучать этот танец, то вот скорее всего через какое-то время, если будет регулярное повторение, если вы будете делать это каждый день, по чуть-чуть, двигаясь от простых шагов, от связок к танцу, ну, наверное, вы сможете станцевать этот танго, повторить тот танго, который вы видели в начале. Вот с языком, с английским языком то же самое. Представьте, что сидит ребенок, зашел взрослый и вот так вот с разбегу ребенку, который до этого никогда не слышал английскую речь, он, значит, на него вываливает сложные предложения, длинные-длинные-длинные фразы, длинные-длинные предложения и думает, что вот я сейчас не просто буду говорить и он и он просто все поймет. Нет, он не поймет и он не заговорит. С ребенком тоже при общении на английском языке мы двигаемся от простого к сложному. Мы начинаем с простых слов, мы начинаем с базовых фраз, мы начинаем с простых выражений, с простых коротких предложений и потом уже начинаем говорить, связанные такой потоковой речью. Вот это очень важно в английском языке. На самом деле при обучении родному языку мы ведь тоже двигаемся всегда от простого к сложному. Когда я говорю от простого к сложному, то есть в родном языке мы ведь тоже ему сразу не вываливаем большие порции, большие фразы. Мы говорим привет, привет малыш. Вот в английском языке то же самое. Речь усложняется с возрастом. Вот ребенок растет и ваша речь растет вместе с ним. Третье правило. Движение от простого к сложному. Вот об этих трех правилах я очень хотела поделиться с вами в этом видео. Это такие правила и вот такие мои наблюдения относительно английского с рождения. Я надеюсь видео было для вас полезным и я очень хочу, чтобы у нас в комментариях завязался такой диалог на эту тему. Возможно, у вас есть какие-то примеры перед глазами, может быть у ваших знакомых, а может быть даже у вас. Как ваши дети говорят, не говорят на английском языке? Что вы для этого делаете? Куда вы водите своих детей? И вообще, что вы думаете по поводу этого? Какие у вас есть страхи? Может быть, вы тоже живете вот этими страхами, что английский путает с рождением детей и он вообще не заговорит потом ни на одном языке. Невозможно, эти страхи вас восстанавливают. Вот расскажите мне в ваших комментариях о том, что вы думаете. Мне будет очень интересно. Я с терпением буду ждать ваших комментариев. На этом все. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Спасибо. Take care. Bye.